Джош Скогин А шо, говорят после службы будет какой-то Роцк? Да, а сейчас? О, братья и сестра, сейчас на сцену выйдет группа Лути Крис Доподлинно неизвестно, как собрался первый коллектив, но известно, что его название было таким же, как и юношеское прозвище Джоша, Лути Крис Исходя из этого, получается, что инициатором данного метал-кора, хотя по всем признакам парни угорели от нью-металла и особенно дефтонс Являлся сам Джош при поддержке своих товарищей Собравшись в конце 90-х и до 2001 года, ребята записали пару демо и один полноформатник И стоит признать, что Лути Крис относились к своей деятельности больше как хобби, нежели как музыкальному детищу И тем не менее, у них это, как говорится, все завертелось Оригинальный состав бенда немного изменился, и к 2002 году в финальной комплектации Лути Крис меняет свое название на Норма Джин Из-за созвучия тайтла Лути Крис с псевдонимом какого-то MC No Name'а Ludacris Позже станет известно, что название Норма Джин, помимо отсылки на настоящее имя Мерлин Монро Также является симбиозом двух лингвистических значений слов, где Норма — это образ, а Джин — это Божья благодать и милость В итоге чего за названием стоит образ милости и благодати, что как никогда отражает христианские убеждения самого Джоша В этом же году уже Норма Джин записывает альбом «Bless the Matty and Kiss the Child», где используется пренебрежение компьютерами и сведениям В угоду живой записи с наложением некоторых звуков И признаться, этот факт слышится не так очевидно И тем не менее, Джош после данного опыта все так же редко будет прибегать к дополнительному мастерингу В результате чего благословенный мученик и поцелуй ребенка врывается с непохожим ни на что хаотик хардкором Получает хорошие отзывы Издательства и критики будут отмечать лирику Джоша на «Мемфисе» и «Фейс Фейс», где последний трек был испят от 30-й главы притчей Соломоновых Также отдельные похвалы заслуживают гитарные расстрелы на пластинке И особенный гипнотический мотив в песне под интригующим названием «Довольно скоро я не знаю что, но что-то случится» И что-то случилось В том же году, когда Норма Джин выступила на фестивале, Джош заявил о своем уходе из коллектива Тем самым шокировав как участников, так и небольшое по тем меркам хардкор-сообщество Причиной послужил личный выбор самого Джоша, вопреки всем домыслам о конфликте внутри группы Год спустя Скоген собирает состав безбашенных музыкантов из Дугласвилля Впоследствии чего формируется одна из самых разрушительных историй в тяжелой музыке The Chariot, название которой было навеяно библейским сказанием об Ильи и Огненной Колеснице Годом позже, заручившись контрактом с лейблом Solid State Records Группа записывает свой дебютник, так сказать, с первого дубля, не прибегая к постобработке и мастерингу Из-за чего первая пластинка и вправду звучит дико грязно и в то же время естественно Последующие записи, конечно, отлизывались до коммерчески более удобоваримого звучания Но сами участники Колесницы акцентировали, что для группы в приоритете были живые выступления, нежели пластинки Хотя впоследствии они понимали, что люди идут на звук И отмечу, что выступление Chariot это то еще зрелище Да и в общем, когда Скоген на сцене все будто пропитываются его христианской энергетикой И ведут себя как юнитологи, обращенные в некроморфах перед долгожданным схождением Группа просуществовала 10 лет, записав 5 полноформатников и маленькую жменьку сборников За все это время в составе группы происходили частые смены по инструментальным позициям Кроме самого Джоша, конечно Группа прекратила свое существование в 2013 году, откатав финальный тур и выпустив прощальный документальный фильм И хочется отметить, что это очень редкий пример того, как группа бережно относится к своей фанбазе Вместо того, чтобы рожать песни для галочки и доить вымя на лейбле Группа поступила честно по отношению с собой и сообществом Сохранив репутацию и культ вокруг поистине безбашенного явления на площадках Между последними двумя полноформатниками черриотов Джош записал свой, как по мне, самый неоднозначный, спокойный и лирический проект Rose by any other name Что является частью поговорки Rose by any other name would smell as sweet Что в переводе звучит Роза, как ее ни назови, пахнет сладко Музыка Розы является самой спокойной работой дяди Джоша Что для меня было сюрпризом Ведь, признаюсь, познакомился я с этой работой на момент создания этого видео Обычно, когда у меня страдашки, я там либо Кэт Пауэр, слушаю с Патишедом, либо Ищи Искорна И был приятно удивлен Акустическая музыка Со знакомым маэстро Классика жанра баллад за правду После распуска колесницы на сайте They Are 68 Был анонсирован новый проект Джоша Скогина С названием, которое одинаково звучит на всех языках мира 68 Или 68 68 является ноис-панк-рок дуэтом Где переплетаются незначительные идеи блюза С неизменной христианской лирикой самого Джоша Когда я впервые попробовал 68 На старте было пару треков Я не совсем разделял такое решение Но с течением времени, когда в году так в 15 Я послушал первый альбом группы «Горести и радости» И посмотрел рандомный лайв Такой... А ничего так вполне Начав свой путь с ударником Майклом Маклелланом Позже в 2017 году Его заменит не менее умелый и харизматичный драмер Никко Намада Сам Джош в ходе некоторых интервью говорит, что 68 – это третий акт его творческого пути А те, кто знаком с аспектами сценарного и кинопроизводства Наверняка знают, что третий акт является заключительной частью произведения Да и вообще, с момента основания дуэта и по сей день В творчестве ребят присутствует много символизма и отсылок Как в названиях песен, так и в общем замысле Что можно было бы все и озвучить, но думаю, эта информация заслуживает отдельного видео Впрочем, как и творческие перипетии Нормы Джин и Чариота Которые являлись первыми двумя актами творчества Джошуа Дуэт существует и по сей день Активно турит и работает над третьим альбомом И это все проекты, где участвовал Джош Скоген Напоследок упомяну немногочисленные фиты Джоша в составе таких групп, как The Showdown As Cities Burn Песня The Fox and The Wolf Которая, как по мне, одна из лучших у относительно скатившихся бренгов Ну понятно, потому что там Джош, да я предвзят Спасибо за просмотр Ставьте лайк, если вам понравилось это видео И если вы хотите еще подобных видеонарезок на около хардкорную тематику Подписывайтесь на канал и пишите комментарии о том, как я не раскрываю жанровые аспекты Хотя в том видосе основополагающие моменты озвучены все же были Ваш лайк, подписка и репост, и коммент Очень помогут алгоритму YouTube продвинуть эти беспаленные видосики Если вам интересны подобные темы, дайте знать Еще раз спасибо за просмотр Беспалева ТВ Аут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА